В имя Отца и Сына и Святаго Духа Мы прославляем ее подвиг и когда читаем ее житие, когда молодая девушка пришла к познанию Бога в тех условиях, когда это было практически невозможно, потому что отец ее, как и жития вы знаете, завидуя как бы ее красоте, чтобы никто не смел на его возлюбленную дочь смотреть, заточил ее практически в башню. Это было, конечно, не тюремное заточение, можно назвать эту башню, наверное, башней из слоновой кости, то есть она была в довольстве, в достатке, но никто не говорил ей о Боге. И вот сама она часто, глядя на небо, на величие природы, потому что прекрасный вид открывался из ее окна, размышляла, кто же все это сотворил. И когда она задалась вопросом, обращаясь к своим служанкам, кто все это сделал, те ответили, как были научены, как верили в большинстве своим все эти люди, которые ее окружали. Это боги сотворили этот мир. Она стала задумываться, какие это боги? Это те идолы, которым поклоняется мой отец? Но ведь и эти идолы кто-то сделал. Мастер золотых и серебряных дел отлил золотые состуэтки, мастер-резчик вырезал из дерева. Неужели эти боги могли сотворить всю эту необыкновенную красоту? Гор, морей, океанов, небо, все это дивное и чудное творение. И вот Господь в чистую ее девическую душу вложил познание истинного Бога. Только един Господь, Вседержитель, Творец этого мира мог сотворить эту красоту. А не тленные боги, которым поклоняются неразумные люди. И вот это познание она утвердила. Для нее было как бы это первой ступенькой. Она сама пришла к этому познанию. Господь просветил ее чистое сердце. Ведь мы знаем, что в Евангелии не случайно сказано, блаженный чистым сердцем, якоти и Бога узрит. Она узрела, Господь. Но откровение было дано еще не полное. И только когда она познакомилась с христианскими девицами, те открыли ей истину, что тот, кто сотворил этот мир, это тот, кто и душу свою положил за спасение этого мира. Это Господь наш Иисус Христос. И вот тогда, в результате этого откровения, познание ее стало полным. И она всем сердцем возлюбила Господа, как своего возлюбленного жениха, посвятила ему свое девство. И стала той, которую мы сейчас знаем, как великомученица Варвара. Потому что уже ничто не могло отлучить ее от Христа. Настолько она полюбила всем сердцем своего Создателя, своего Спасителя. И вот прошло много веков с тех пор. И мы видим, что до сих пор достаточно много людей идут по стопам святой великомученицы Варвары. Практически каждый век нашей истории знаменуется явлением мучеников, преподобных, которые свою веру во Христа ни на что не хотят разменять. И даже жизнь свою полагают, иногда и в страшных мучениях, как это было с святой великомученицей, для того, чтобы не быть отлученными от того, что они узнали, от того, что они постигли, с чем соединились и с кем соединились. Со Христом. Потому что тот человек, который соединяется со Христом, для того уже ничто в этом мире не важно и не обязательно. Но есть и множество других людей, которые, как аспиды глухие, затыкают свои уши, по выражению псалмопевца Давида, и не хотят ни видеть, ни слышать очевидной истины. Ведь они смотрят на мир теми же самыми глазами, какими смотрела великомученица Варвара. Ведь и этих людей сотворил Господь. И в них ложил разум, и в них ложил сердце, в них ложил глаза. Но глаза не потемняют и говорят, нет, это не Бог вседержит, и сотворил этот мир. Это какие-то боги, которым мы поклоняемся. Нет, это не Христос наш Спаситель. Зачем нам спасение? У нас все и так хорошо. В этом мире мы сыты, довольны, воруем, упиваемся. Все хорошо, все прекрасно. И люди не думают о том, что же им предстоит, какой ответ предстоит дать. В ином мире. Потому что этим миром не заканчивается жизнь души человеческой. Неужели Господь сотворил бы в своей премудрости, что-то тленное, что рождается в этом мире, и в этом же мире угасает. А дальше, как говорили, да, в классических произведениях литературы атеисты, а дальше только пар. И никакой вечной жизни нет. Но это же абсурд. Это абсурд. Человек, который начинает глубоко задумываться, и который свое сердце мало-мальски очистил от похоти мира сего, от жажды власти, от жажды наживы, от жажды наслаждений, тот понимает, что что-то есть. Как Варвара. Кто-то есть. Но я не знаю пока кто. Но кто-то великий, кто этот мир сотворил. И когда такой человек хоть немного задумается, он подумает о том, а кто же, как имя этого создателя? Кто он? И вот во Христе открывается полнота истины. Христос и Создатель, и Спаситель мира. Он и сотворил этот мир, как второе лицо Святой Троицы. Он и воплотился, как Сын Божий. Поэтому и создание, и сохранение, и спасение этого мира, это Господь Иисус Христос. Все видимое и невидимое сотворено им. И нет никаких, ни других богов, никаких-то иных откровений, никаких-то иных пророков, которые пришли после Христа. Братья и сестры, полнота времен пришла. Как Господь некогда сказал в Капернаумской синагоге, «Се лето Господне приятное, потому что все, все исполнилось во Христе исполнение всех чаяний, всех желаний и всей полноты откровений». Нет чего-то такого, чего бы нам не открыл Христос. Нет никакого иного имени под небом, которым належат спастись, кроме имени Христова. И люди, которые ищут себе какие-то тщетные забавы, изобретая себе духов похоровителей, или говоря, что вот пришли какие-то иные пророки, которые что-то новое нам сказали. Нет ничего нового. Самая большая новость под небом – это Сын Божий воплотившийся. Ничего иного нет. Это новое творение. Бог и человек Христос, который пришел сюда, воспринял нашу человеческую природу во всей полноте, чтобы ничто не было изъято от спасения. Осветил ее и возвел, и посадил одесную Бога Отца. Что может быть выше этого? Какие изобретения? Понимаете? Когда мы говорим о откровении Христова, внимательно вчитываемся в Евангелие, в послание апостола Павла, и сопоставляем потом с какими-то мифическими, легендарными, эпическими сказаниями, это напоминает разговор профессора многоученого и ученика детского сада, который пытается ему рассказать, как он видит и понимает этот мир, и он этим доволен, и все так оно и есть. Но человек, который постиг всю глубину знания, понимает, что дошкольник еще ничего не знает, и даже близко не подошел к тому познанию, которое есть у него. Так вот, дорогие мои, всем нам даровано это счастье и это богатство. Ровно в той же мере, в которой оно даровано святой великомученице Варварии. И если мы живем как-то почему-то не так, как она, а если бы Господь не призвал ее на страдания, она прожила бы, наверное, долгую жизнь. Вот как мы здесь живем эту жизнь. Но Господь избирает лучшее, призывает к себе. И это призвание во многом зависит от того, как человек живет. Господь избирает себе подобного, чистого сердцем человека, милостивого, любвеобильного, доброго христианина призывает к себе, делает его ближе к себе. А если человек сам отдаляет себя от Бога, то Господь дает ему время на покаяние, как дает он всем нам, чтобы мы свою жизнь исправили, изменили, познали Бога в этой жизни, как говорил один великий святой нашей церкви, преподобный Семеновый Богослов, если мы, дорогие мои, не увидим Бога в этой жизни, то у нас очень скудна надежда, что мы увидим Его и в жизни будущее. Поэтому нужно не тратить время зря. Святая Великомученица Варвара время зря не тратила. Всю себя она посвятила Богу. И для нее ничего не было важного. Мы читаем в ее житии, что ни девические забавы, ни золотые одежды, ни украшения, ни что ее так не влекло к себе, как познание и единение с Богом. Вот это подлинное доброе состояние христианской души. Именно поэтому она изображена на иконе. А нам еще только предстоит написать икону своей жизни. И надо торопиться это делать. Это задача у каждого из нас. По слову святителя Златоустова, Господь каждому из нас дал доску, краски, все возможные материалы. И вот что мы представим, скажем так, на художественный совет по исшествию от этой жизни, вот в таком состоянии вечности и прибудем. Кто-то будет прекрасной иконой, а кто-то безобразным шаром. Кто-то зря истратит материалы и краски, не напишет ничего. Потому что в этой жизни он стремился вовсе не к познанию Бога и не к соединению с Ним, а только к довольству собственного чрева и собственного самолюбия. Да не будет, дорогие мои, этого с нами. И вот сегодня, наверное, тоже очень важно об этом сказать, что святые и те люди, которые исполняют заповеди Христов во всей полноцене, есть и по сей день. Они наши современники. Ведь сегодня пришлась память того человека, благодаря которому и храм этот возник. Нашего преснопамятного, дорогого батюшки Архимандрита Ипполита. Сегодня день его памяти. Вот человек, который не терял времени дар. Он всю свою жизнь посвятил вот этой задачи написания иконы, которую он сейчас Господу и представляет. Я верю, предстоит он близ Господа, с теми преподобными, мучниками, которые в своей жизни Господа прославляли и приводили людей к Богу. Он привел очень многих людей к Богу. Благодаря ему очень многие люди в Осетии наконец-то познали Христа, смогли увидеть свет Христов. И нет, наверное, больше той любви, кто делает для людей вот такое дело. Старается привести их ко Христу не только словом, но и собственной жизнью. Потому что, видя пример, видя образец, видя ту икону, которую он писал уже в этой жизни, мы, его ученики, стараемся ему подражать по мере наших сил. Жаль тех, кто его не застал живым, кто его не видел. Но о нем остались фильмы, о нем написаны книги. Есть люди, которые были свидетелями моего жизни. И я думаю, что тот свет, который он истачал, он отразился на этих людях. Поэтому, общаясь с теми, кто его знал, мы хотя бы отчасти понимаем, как живут святые наши в дне. И что это такое за состояние святости. Даже в фильмах, которые сейчас мы смотрим, мы видим, что батюшка не обладала какой-то величественной нарушностью. Речь у него была очень проста. И те, кто с ним близко не соприкасался, не получал от него совета, может быть, и прошли бы мимо, ну, какой-то сельский батюшка, которых много. Но нет. Вот в этом подлинном рабе Божьем жила сила и слава Христова, который независно делился со всеми приходящими к нему. И те люди, которые от него напитались этой благодатью Христовой, я думаю, этого никогда не забудут. Мы молимся о его упокоении, Царствие Небесное. Пока он в лике святых не прославлен, но я думаю, это дело времени. Это дело времени. Время такое придет, и мы уже будем не вечной памяти просить ему, а у него будем просить, моли Бога о нас. С праздником вас, дорогие мои, еще раз с престолом. Храни вас Господь. Будем мы всегда такими же верными христианами, как была святая великомученица Варвара, и как святой наших дней, Отец и Павел. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok